А какой твой любимый серийный убийцу? Мама, мама, я написал еще один сценарий про 13 женщин серийных убийц. Ох, я же просила больше не писать об отравительницах. Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. Сегодня я расскажу вам о 13 женщинах серийных убийцах. На вас пристально смотрит Мутер Фауст. И добро пожаловать в Колыбель Ужаса. Колыбель Ужаса. В 1929 году в газетных заголовках по всему миру начала мелькать история, в которую невозможно было поверить. Около ста женщин из деревни Надрево в Венгрии подозревались в массовом отравлении мужей и членов своих семей, родителей и даже детей. Количество убийц и убитых менялось от статьи к статье, а детали истории бросали в дрожь. Но с чего же все началось? Еще в 1911 году в Надрево прибыла повитуха и знаток лекарств Жужанна Фазикаш. У нее был муж, но с ее слов он пропал без вести. Между 1911 и 1921 годом она была арестована около 10 раз за то, что помогала проводить нелегальные аборты. Однако каждый раз она была оправдана судьей, поддерживающим аборты. Информации о том, как и когда именно зародился преступный синдикат самодельных вдов, довольно мало. Но мы точно знаем, что послужило первопричиной создания этой группы женщин-убийц. В венгерском обществе того времени будущего мужа невесты выбирала ее семья. И она была вынуждена согласиться с выбором родителей. Развод в обществе считался позорным, даже если муж был жестоким или злоупотреблял алкоголем. Во время Первой мировой войны, когда трудоспособные мужчины были отправлены воевать за Австро-Венгрию, деревенька Надрево стала идеальным местом для содержания военно-пленных союзников. Поскольку военно-пленные имели ограниченную свободу в пределах деревни, женщины, жившие там, часто заводили одного или нескольких иностранных любовников, пока их мужья были в отъезде. Когда мужчины возвращались, многие из девушек отвергали их, желали вернуться к прежнему образу жизни, что создавало нестабильную ситуацию. В это же время, предположительно, Жужанна Фазикаш начала убеждать местных женщин, что выход есть и можно убрать надоевших мужей. Ее чудо-средство избавит их от всех проблем. Этим средством был самодельный мышьяк. Не стоило беспокоиться, врачи ничего не заподозрят, ведь она сама опробовала смертоносное зелье на своем муже. В газете публиковали фотографию с полками в доме Фазикаш. Сами видите, они буквально заставлены ядом, который она продавала по 120 пенгю. На тот момент это было весьма прилично. В смертоносную группу могли вступить исключительно замужние женщины. Также туда не принимались женщины, состоявшие в счастливых браках. Тела отравленных мужей, без шума и каких-либо проверок, переправляли на другой берег реки Тиса и там хоронили. Три противоречивых версии были приведены для объяснения того, как ангела-делиц из Надьерева удалось арестовать. Согласно одной из них, Сабо, одна из убийц, была поймана с поличным, после того, как чудо-средство не сработало на жертвах. Через нее и вышли на Фазикаш. По другой версии, студент-медик из соседнего города обнаружил высокий уровень мышьяка в теле, выброшенном на берег реки, что привело к соответствующему расследованию. Однако, по словам Белле Будо, венгро-американского историка и автора первой книги на эту тему, об убийствах окончательно стало известно в 1929 году, когда анонимное письмо редактору небольшой местной газеты обвинило женщин из Тесазукского района страны в отравлении членов семей. Фрау Фазикаш была арестована. Ее привезли на допрос в центральный город Венгрии, Сольнак. То, что произошло дальше, довольно абсурдно. Не получив признательных показаний от железной дамы, ее было решено отпустить. Несколько дней она была на свободе, за ней велась слежка. Она заходила к своим подругам по убийствам, чтобы обсудить то, что вскоре их преступный синдикат может раскрыться. Все, кого она посещала в те дни, были исключительно вдовами. В итоге было решено проверить подозрение и вскрыть 11 могил, якобы погибших своей смертью, членов семьи. Поглядеть на это собралась половина на дерево, в том числе 13 подозреваемых женщин, включая Фазикаш. Пока шла процедура вскрытия могил, они собрались вместе, пошептались о чем-то и разошлись. Тринадцатая леди Балин, Чардаш, приоделась покрасивее и отправилась в Будапешт. За ней, разумеется, велась слежка. Она зашла в лавку фармацевта, откуда вскоре вышла с явной гримасой раздражения на лице. Причина вскоре стала ясна. Она спросила его, остаются ли какие-то следы в теле после отравления мышьяком. А тот ей, в свою очередь, и ответил, что это выявляется при помощи простейшего тестирования. В надежде на благоприятный для себя исход она обреченно спросила, а что если тело было давно захоронено и вся плоть уже давно слезла с костей? Неужели и при таких обстоятельствах следы можно обнаружить? Вы можете представить себе, что она не очень обрадовалась, когда узнала, что следы отравления можно было найти даже при помощи оставшихся ногтей и волос. Вернувшись в Наделево, она доложила обо всем Фазикош, и вскоре вместе с другими женщинами была арестована. Их доставили в Сольнок, где история Ангела Дилиц наконец-то начала проясняться, но уже без их духовного лидера и поставщика волшебного лекарства. Так как прямо перед тем, как Жужану Фазикош должны были арестовать, она совершила самоубийство, выпив стакан средства, предназначенного для очистки ржавчины. Таким образом, пройдя через еще более адские муки, чем ее жертвы, в ее доме был проведен более тщательный обыск, при котором были обнаружены доказательства ее причастности к преступлениям. Она ведь даже не имела лицензии на то, чтобы быть акушеркой, при этом считалась лучшей в округе. На чердаке ее дома обнаружили тайник с внушительным количеством мышьяка на полках. Ночью еще нескольких вдов поймали на том, что они собирались поменять местами надгробия своих мужей, чтобы избежать наказания, однако их тут же взяли под арест. Место на кладбище, куда поставляли трупы, было превращено в лабораторию, где трупы проверяли на признаки отравления мышьяком. Изначально было выявлено 11, число вскоре выросло до 30. Вскоре признания посыпались и от жителей ближайших деревень. Был отдан приказ проверить каждого умершего мужа женщин-вдов с 1911 года. Это была изнуряющая работа. Кладбище стало выглядеть как поле боевых действий с буграми земли рядом с вскрытыми гробами. В некоторых гробах были также обнаружены бутылки, которые использовали при отравлении, а также куски хлеба и пирожных. Специфический метод избавления от жертв обернулся саморазоблачением. Также стали проверять и могилы членов семей, и их детей. Более ста вдов были взяты под арест. Бален Чардаш была второй по важности в этом убийственном синдикате. Она лично призналась, что помогла отравить 20 мужей, а также в послевоенные голодные годы, нескольких детей, которых было сложно прокормить. На следующее утро после ее признания ей хотели задать еще несколько вопросов, но она отправилась вслед за Фазикаш, лишив себя жизни. Другие вдовы молча смотрели, как Чардаш делала веревку из простыней. А ведь действительно, еще в 1911 году медсестра наглядно продемонстрировала, как это просто – отравить неугодного муженька. Но даже тогда невозможно было представить, в какие же масштабы перерастет этот чудовищный промысел. Почувствовав безнаказанность, женщины стали избавляться буквально ото всех, кто попадался под руку. Если устали от старых немощных родственников – пожалуйста. Нечем кормить детей – выход есть. И никаких следов. По крайней мере, так они думали. Например, одна покупательница отравила двоих мужей и уже купила бутылочку для третьего, когда полиция вмешалась. Вдова Паленко отравила сначала лишь своего мужа, но средство ей настолько понравилось, что она решила, а почему бы, собственно, не отравить еще шестерых членов своей семьи. Это она, собственно, и сделала, и всего за два года – родителей, двух братьев, приемную сестру и тетю. Сведя всю свою родню в могилу, женщина унаследовала неплохую недвижимость. Это, кстати, чтобы вы понимали, было против правил синдиката, который был в первую очередь направлен на то, чтобы отправить на тот свет как можно больше надоевших мужей. Туда же порой иногда отправлялись и несколько детей. Но женщин убивать было не принято. Паленко делала свое черное дело с особым цинизмом. Добавляла чуточку яда, чтобы жертва слегла с болью в животе. Затем она мчалась в город за бутылочкой лекарства, которую она давала жертве, как правило, в присутствии других членов семьи. Однако впоследствии, после принятия лекарства, жертва погибала. Все потому, что лекарство, которое изначально было в бутылке, выливалось и заменялось средством фазикаш. Перед судом в конечном итоге предстали лишь 28 подозреваемых, из которых 26 были признаны виновными, примерно в 162 убийствах. Однако точных данных нет, так как по другим источникам число жертв составляет около 300 человек. В итоге судебные процессы завершились вынесением шести смертных приговоров. Трое были повешены, приговоры трем другим были смягчены. Одна из женщин была оправдана, а двум другим приговоры были заменены пожизненным заключением. Также 8 человек получили пожизненное заключение, а остальные от 5 до 10 лет. В честь отравительниц был назван музыкальный альбом о женщинах-серийных убийцах Angel Makers. Всем любителям мюзиклов строго рекомендуется к прослушиванию. Карла Фейт Такер родилась и выросла в Хьюстоне, штат Техас. Была младше из трех сестер. Ее отец, Ларри Такер, был грузчиком. Брак ее родителей был напряженным. Юная Карла начала курить сигареты вместе со своими сестрами, когда ей было 8 лет. Во время бракоразводного процесса родителей, когда ей было 10 лет, Такер узнала, что ее рождение было результатом внебрачной связи. К 12 годам она начала принимать наркотики и заниматься сексом. В 14 лет она бросила школу и вслед за своей матерью Кэролин занялась проституцией и начала путешествовать. Ей довелось побывать в окружении нескольких американских рок-групп. В 16 лет она была недолго замужем за разнорабочим по имени Стивен Гриффит. Когда ей было около 20 лет, она начала общаться с байкерами и познакомилась с семьей Джерри Дина. А те, в свою очередь, познакомили ее в 1981 году с мужчиной по имени Дэниел Райн Гарретт. Тогда Такер был 21 год и она начала встречаться с 35-летним Гарреттом. Проведя выходные с Гарреттом и его друзьями, они употребляли наркотики. Такер и Гарретт решили войти в дом Джерри Дина около 3 часов утра в понедельник, 13 июня 1983 года. Во время ограбления Такер и Гарретт вошли в спальню Джерри, где Карла набросилась на него. Пытаясь защититься, Дин схватил ее выше локтей, после чего вмешался Гарретт, который нанес Дину множество ударов по затылку молотком, которые он нашел на полу. Забив Дина, Гарретт вышел из комнаты, чтобы вынести из квартиры запчасти от мотоцикла. Такер осталась в спальне. После ударов, нанесенных Гарреттом Дину, он начал издавать булькающие звуки. Такер захотела, чтобы он затих, поэтому взяла трехфутовую кирку, которая лежала у стены, и начала бить мужчину. Затем Гарретт снова вошел в комнату и нанес Дину, добивающий удар в грудь. Затем он вышел из спальни, чтобы продолжить погрузку частей мотоцикла в свой форт. Такер осталась в комнате и только тогда заметила женщину, которая спряталась под покрывалом у стены. Эта женщина, Дебра Рут Тортон, накануне поссорилась с мужем, пошла на вечеринку и в итоге провела ночь в постели Дина. Обнаружив Тортон, Такер ударила ее киркой по плечу. Тортон и Карла начали бороться, но Гарретт вернулся и разнял их. Такер продолжила наносить Дебре множественные удары киркой, а затем дополнительно вонзила топор ей в сердце. Позже Карла дала показания, что испытывала множественные сильные оргазмы при каждом ударе. На следующее утро один из сослуживцев Дина, ожидавший попутку, вошел в квартиру и обнаружил тела жертв. Полицейское расследование привело к аресту Карлы и Гаррета через пять недель после убийств. В сентябре 1983 года Карле Такер и Дэниелу Гарретту были предъявлены обвинения в убийстве, при этом их судили по отдельности. Изначально Такер обвинили в убийстве Дина и Дебре, но вроде как в убийстве Тортон она была оправдана. Такер отправилась в тюрьму в ожидании заключения суда. Вскоре она попросила принести ей Библию и читала ее в своей камере. Позже она вспоминала. «Я не знала, что читаю. Не успела я опомниться, как оказалась на полу своей камеры на коленях и просто просила Бога простить меня». Такер стала христианкой в октябре 1983 года. Позже она вышла замуж по доверенности за своего тюремного священника, преподобного Дана Лейна Брауна. В 1995 году прошла через христианскую свадебную церемонию в тюрьме. Хотя смертная казнь очень в редких случаях применялась к женщинам-убийцам, Карла Такер наряду с Гарреттом была приговорена к смертной казни в конце 1984 года. Гарретт умер от болезни печени в 1993 году, так и не дождавшись казни. Такер сидела в камере смертников в блоке Маунтин-Вью. В период с 1984 по 1992 год ее просьбы о повторном суде и апелляции были отклонены. Но 22 июня Такер попросила пощадить ее жизнь на том основании, что во время совершения убийств она находилась под воздействием наркотиков. Такер заявила, что теперь она исправилась. И если бы она не принимала наркотики, убийства никогда бы не были ей совершены. Ее заявление вызвало поддержку из-за рубежа, а также со стороны некоторых лидеров американских консерваторов. Начальник техасской тюрьмы Хансвилл свидетельствовал, что она была образцовой заключенной, и что после 14 лет в камере смертников она, вероятно, исправилась. 28 января 1998 года комиссия отклонила ее апелляцию. В этот же день, за несколько часов до казни, губернатор Техаса Джордж Буш отклонил ее последнюю апелляцию. 2 февраля 1998 года Карлу забрали из отделения в Гейтсвилле и перевезли на самолете в отделение в Хансвилле. В качестве последней трапезы Такер попросила банан, персик и салат. Она выбрала четырех человек, которые будут наблюдать за ее смертью. Ее сестра Кэрри Уикс, ее супруг Дан Браун, ее близкая подруга Джеки Онкин и Рональд Карлсон. Свидетелями со стороны жертв убийства также стали четверо людей. Ее последними словами были. Да, сэр, я хотела бы сказать всем вам, семье Тортон и семье Джерри Дина, что мне очень жаль. Я надеюсь, что Бог даст вам покой от всего этого. Малыш, я люблю тебя. Рон, обними за меня Пегги. Она посмотрела на всех присутствующих, плача и улыбаясь. Вы были так добры ко мне. Я всех вас очень люблю. Сейчас я буду лицом к лицу с Иисусом. Начальник Бэггат, спасибо вам большое за все. Вы были так добры ко мне. Я вас всех очень люблю. Я увижу вас, когда вы попадете туда. Я буду ждать вас. Она была казнена с помощью смертельной инъекции 3 февраля 1998 года. Во время введения смертельной инъекции она славила Иисуса Христа, смотрела в потолок, облизывала губы и напевала. Была похоронена на кладбище в Хьюстоне. Эленджи Гадо была французской служанкой и по совместительству серийной убийцей. Считается, что за 18 лет она убила мышьяком до 36 человек. После первоначального периода активности между 1833 и 1841 годами, она, по-видимому, остановилась почти на 10 лет перед последней вспышкой в 1851 году. Эленджи Гадо родилась в Плуиннике, Франция, в 1803 году. Осиротев в возрасте 7 лет, она была принята на работу месье Риоланом, в доме которого две ее тетки были служанками. По прошествии 17 лет она отправилась с одной из своих теток в Сеглиен, где поступила на службу к месье Конану в качестве кухарки. Уже тогда в Эленджи Гадо появилась склонность к злу. В доме Кюре в приготовленном ею супе были обнаружены зерна конопли. Первые подозрительные смерти начались еще в 1833 году, когда она работала у священника Франсуа Ледрого в соседней деревне Герн. За три месяца с 28 июня по 3 октября 7 членов семьи внезапно умерли, включая самого священника, его престарелых мать и отца, а также ее родную сестру Ану Жегадо. Ее видимая скорбь и благочестивое поведение были настолько убедительны, что ее ни в чем не заподозрили. Смерти наступили вскоре после эпидемии холеры 1832 года, поэтому все это можно было списать на болезнь. Жегадо вернулась в Бубри, чтобы заменить свою сестру, где впоследствии в течение трех месяцев умерли три человека, включая ее вторую тетю, все, за кем она ухаживала у их постели. Она переехала в Локмине, где поселилась у рукодельницы Мари Жан Лебушер. Лебушер и ее дочь умерли, а сын заболел. Возможно, что сын выжил, потому что не принимал ухаживаний Жегадо. Затем в том же городе вдова Лори предложила Жегадо комнату, и она умерла, съев суп, который приготовила ее новая служанка. В мае 1835 года Жегадо наняла мадам Туссен. После этого последовало еще четыре смерти. К тому времени она уже свела в могилу 17 человек. Позже, в 1835 году, Жегадо была нанята в качестве служанки монастыря в Орре, но вскоре была изгнана за вандализм и святотатство. Жегадо работала кухаркой в других домах в Орре, затем в Понтиви, Лориане, Порт-Луи, хотя в каждом из них она работала недолго. Часто там кто-то заболевал или умирал. Среди самых печальных известных убийств – убийство ребенка, маленькой Мари Брегер, которая умерла в замке Суэ в мае 1841 года за 10 лет и один месяц до ареста Элен. Большинство жертв умирали с симптомами, соответствующими отравлению мышьяком, хотя ее никогда не заставали с мышьяком в руках. Нет никаких записей о предполагаемых смертях с конца 1841 по 1849 год. Однако несколько ее работодателей позже заявили о кражах. Очевидно, она была клептоманкой и несколько раз попадалась с поличным. Ее карьера получила новый виток в 1849 году, когда она переехала в Рен. Хотя информации о том, почему она совершила эти преступления не так много, в целом это можно связать с психологическими проблемами. Модель психопатологии объясняет, что ее правонарушения могут быть связаны с ее психическими проблемами. Возможно, эти проблемы возникли в раннем возрасте после смерти ее матери. Это не редкость, когда у ребенка развивается синдром брошенного дитя из-за смерти родителей. Жагадо однажды заявила, что убийство людей дает ей ощущение власти, которым она наслаждается. В 1850 году Жагадо стала работать в качестве служанки у Теофиля Бидара, профессора права в Ренском университете. Одна из его служанок, Роза Тесье, заболела и умерла, когда Жагадо ухаживала за ней. В 1851 году заболела и умерла еще одна служанка, Розали Саразин. Два врача пытались спасти Саразин, и поскольку симптомы были похожи на симптомы Тесье, убедили родственников в том, что необходимо провести вскрытие. А Жагадо вызвала подозрение, когда заявила о своей невиновности еще до того, как ее в чем-то обвинили. Она была арестована 1 июля 1851 года. Позднее следствие связало ее с 23 предполагаемыми случаями смерти от отравления в период с 1833 по 1841 год. Но ни один из них не был тщательно расследован, так как они были совершены за пределами 10-летнего срока, установленного для судебного следствия. И не было никаких прямых доказательств. Местный фольклор приписывает ей множество необъяснимых смертей, некоторые из которых могут быть вызваны и естественными причинами. По самым достоверным оценкам, она, вероятно, совершила около 36 убийств. Суд на Жагадо начался 6 декабря 1851 года. И в силу французских законов о доказательной базе и сроках давности, ее обвинили только в трех убийствах. В трех покушениях на убийства и в 11 кражах. По крайней мере, еще одно более позднее дело было сброшено, поскольку в нем фигурировал маленький ребенок. И полиция не хотела беспокоить родителей, проводя эксгумацию. Поведение Жагадо в суде было нестабильным. От смиренного бормотания до громких благочестивых криков и периодических вспышек ярости против своих обвинителей. Она постоянно отрицала, что вообще знала, что такой мышьяк, несмотря на доказательства обратного. Врачи, осматривавшие ее жертв, обычно не замечали ничего подозрительного. Но когда последние жертвы были эксгумированы, в них обнаружили наличие мышьяка и, возможно, сурьмы. Адвокат защиты Маглаур Доранж, произнося свою заключительную речь, утверждал, что Жагадо нужно больше времени для раскаяния, чем многим другим, что ее можно не приговаривать к смертной казни, поскольку она все равно умирала от рака. В то время это дело привлекло мало внимания. Жагадо была приговорена к смерти через обезглавливание на гильотине. Казнь состоялась на Марсовом поле в Рене 26 февраля 1852 года перед большой толпой зрителей. В музее Британии в Рене до сих пор хранится ее посмертная маска. Антуанетта Сьери, если можно так сказать, является духовной последовательницей Жагадо. Она действовала в 20-х годах XX века во Франции. О ранней жизни Антуанетты Сьери известно немного, кроме того, что она родилась в Италии и в детстве эмигрировала во Францию. В начале Первой мировой войны она работала уборщицей в пункте приема раненых солдат в Дуленсе, где и начала свою преступную деятельность. Она крала наличные деньги и драгоценности у раненых, а также подделывала подписи на письмах их семьям, требуя деньги по почте. В 1915 году ее посадили в тюрьму за кражу расчетной книжки офицера, но в следующем году она вышла на свободу. Отпраздновав свою свободу, Антуанетта вышла замуж за итальянского солдата по имени Сальмон. Родила ему двоих детей, прежде чем он обнаружил ее вопиющую неверность и покинул ее. Затем она сошлась с алкоголиком по имени Жозеф Росиньоль, который регулярно избивал ее. Несколько раз его сажали в тюрьму по обвинению в побоях, но каждый раз они мирились и продолжали жить вместе. Она родила еще одного внебрачного ребенка, и в 1920 году они переехали в деревню Сен-Жиль на юге Франции. Назвав себя медсестрой Сьери, Антуанетта начала искать пожилых пациентов, которым требовался уход за определенную плату. С появлением медсестры Сьери в Сен-Жиль началась эпидемия внезапных смертей среди пожилых и больных людей. Антуанетта потеряла пять пациентов, прежде чем в декабре 1924 года машина убийств заработала на полную катушку, и с этого момента пути назад уже не было. 11 декабря 58-летняя дама по имени Дрюар умерла под присмотром Сьери. В канун Рождества умерла мадам Ла Шапель. Ее последние конвульсии были списаны на отравление Птамианом. Когда два дня спустя муж Ла Шапель упал в обморок, Антуанетта списала это на сердечный приступ, и дружелюбный врач согласился с ней. Джо Росиньоль встретил Новый год в типичной манере, избив пьяной ярости свою гражданскую жену. Но на этот раз он зашел слишком далеко. Когда Антуанетта подала ему миску мидий на ужин, Росиньоль с жадностью поглотил их и через два часа отправился на тот свет. Согласно показаниям в суде, Сьери наблюдала за его предсмертными муками, а затем отправилась праздновать свою свободу пьяной оргии. Следующими пациентами медсестры стали 67-летняя Мари Мартен и ее сестра Мадам Дуер. Когда Антуанетта приготовила кофе, Мадам Дуер сочла его горьким и вылила свой в раковину, когда медсестра отвернулась. Мартина выпила свой стакан и вскоре умерла, что вызвало подозрение в Сен-Жиле. Последней умерла Мадам Гуан Крике, больная 70-летняя женщина, здоровье которой стремительно ухудшалось под присмотром Антуанетты. Муж жертвы сообщил полиции о своих подозрениях, и под кроватью умершей женщины была найдена бутылка, содержащая смесь эфира и гербицита пиролиона. Тела Джора Сеньоли и нескольких других жертв были эксгумированы для вскрытия, и во всех были обнаружены огромные дозы пиролиона. В конце концов, Сьери открыто призналась в своих преступлениях и попыталась вовлечь в них соседа, который позже был оправдан полицией. 27 апреля 1926 года она была приговорена к смертной казни по обвинению в дюжине убийств. Судья сообщил ей, вас называли чудовищем, но это выражение недостаточно сильное. Вы одержимы всеми пороками, вы пьяница и лицемерная. У вас нет ни стыда, ни совести. Я думаю, что судебная история содержит записи о достаточном количестве преступников вашего типа. Сьери пожала плечами и рассмеялась во время вынесения приговора. Она прекрасно знала, что после Первой мировой войны во Франции женщин не казнили. Как и ожидалось, смертный приговор заменили пожизненным заключением. Впоследствии она скончалась в тюрьме. Лида Анмей Трублатт была американкой, подозреваемой в серийных убийствах. Предполагалось, что она убила четырех своих мужей, зятя и дочь, отравив их мышьяком, полученным из мухомора, чтобы получить деньги по страховке. В медиа она получила прозвище Лида Мышьяк и Черная Вдова. Лида родилась в Кейтсвилле, в 60 милях к северо-востоку от Канзас-Сити. Члены ее семьи были в дружеских отношениях с другим местным кланом Дулис, и со временем молодой Роберт Дули влюбился в Лиду. Она, похоже, разделяла его чувства. И когда переехала в Твин Фоллс, ее потенциальный жених последовал за ней. Они поженились там в 1912 году и стали планировать свое будущее. Роберт и его брат Эдвард заключили договор страхования жизни. В случае смерти одного из братьев, тысячи долларов будут выплачены оставшемуся в живых и столько же Лиде. 9 августа 1915 года Эдвард Дули внезапно заболел. Его смерть спустя несколько дней была списана на ТИФ, и его брат, с сожалению, разделил две тысячи долларов со скорбящей Лидой. 10 августа, пока Эдвард цеплялся за жизнь, а все вокруг молились о его выздоровлении, на имя Роберта Дули и его жены был выписан второй полис страхования жизни. После смерти одного из них, оставшийся в живых, получал две тысячи долларов. В конце сентября 1915 года фальшивая ТИФОЗная лихорадка разродилась вновь, и к закату 1 октября вдова Дули уже имела приличное состояние. Не прошло и шести недель, как ее сын якобы случайно испил из загрязненного колодца и умер. Показушный скорбный период траура оставил вдову голодной до общения. Она нашла подходящую компанию в лице Уильяма МакХафи, официанта в ее любимом ресторане Твин Фолл. Они поженились в 1917 году, и он застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов, указав Лидию в качестве бенефициара. После чего они повысили ставки и переехали в Хардин, штат Монтана. Брак продлился недолго, и уже через год МакХафи скончался от гриппа. Но контракт прекратил свое действие, потому что МакХафи не заплатил второй взнос, и Лидия так ничего и не получила. Она переехала в Денвер, где в мае 1919 года вышла замуж за Харлана Льюиса. Они поселились в Берингсе, штат Монтана, и в июне Льюис приобрел поле страхования жизни на пять тысяч долларов. Новый муженек отправился на тот свет в середине июля, внезапный случай отравления птамоином. На этот раз деньги все-таки удалось получить. 10 августа трехкратная вдова вышла замуж за Эдварда Мейера в Покателло, штат Айдаха. В этот раз она назвалась Анной МакХафи, но смена имени не предвещала никаких изменений в ее модус операнди. 11 августа Лида подала заявление на страхование жизни на сумму 10 тысяч долларов на имя Эдварда, но оно было отклонено по причинам, которые так и не были выяснены. Майеры поселились на ранче в районе реки Снейк, где 25 августа Эдварду стало плохо. Его доставили в больницу, где врачи высоко оценили его шансы на выздоровление. Но 7 сентября он умер. Посмертные анализы обнаружили наличие мышьяка в его теле, но после короткого предварительного допроса детективы освободили обреченную вдову. Она бежала в Калифорнию в поисках другой добычи и убежища, а власти Айдаха в это время занимались ходатайствами об эксгумации других ее жертв. Один за другим результаты тестов выдавали мышьяк. Братья Дули были убиты, так же, как и собственный ребенок Лидии. Полицейские из Монтаны начали присматриваться к делам Льюиса и МакХафи, интересуясь тем, как долго вдова собиралась держать свой промысел. Пока прокурор Твин Фоллс Фрэнк Стивен строил дело, Лидия нашла в Лос-Анджелесе мужа номер 5, Пола Саутарда. Они поженились в ноябре 1920 года, и она пыталась убедить его в необходимости страхования жизни, но он отказался. Будучи моряком военно-морского флота, Саутарт не видел необходимости в страховании жизни сверхобычного, предусмотренного правительством. Саутарт был переведен в Перл-Харбор после свадьбы с Лидией, и офицеры имели честь забрать Лидию 12 мая 1921 года. Она была приговорена к пожизненному заключению и впоследствии скончалась в тюрьме. Полу сильно повезло не стать последней жертвой черной вдовы. Первая женщина, умершая на электрическом стуле в Огайо, Анна Хан, была уроженкой Германии, родившейся в 1906 году и эмигрировавшей в Цинценате в возрасте 21 года. Там она вышла замуж за молодого телефониста, некоторое время управляла пекарней в немецком районе Цинценате, но потом устала от многочасовой работы и решила найти легких денег. Страхование жизни казалось ей выходом, и она дважды пыталась застраховать своего мужа на 25 тысяч долларов. Однако неудачно. Вскоре после отклонения ее второго требования, Филипп Хан внезапно заболел, и его мать срочно отвезла его в больницу, несмотря на возражения Анны. Врачи спасли ему жизнь, но брак спасти не смогли. Несмотря на полное отсутствие подготовки или опыта, Анна начала предлагать свои услуги в качестве сиделки для пожилых мужчин из немецкой общины. Ее первый клиент, 70-летний Эрнст Кох, казался здоровым, несмотря на свои годы, но вскоре все изменилось под нежным присмотром Хан. Кох умер 6 мая 1932 года, оставив Анне дом по своей воле. На первом этаже дома проживал врач, и Хан часто посещала своего нового соседа, воруя бланки рецептов, чтобы обеспечить себя лекарствами для своего нового плана. Ее следующий клиент, отставной железнодорожник Альберт Паркер, тоже быстро умер под присмотром Анны. На этот раз она избежала неудобств, связанных с составлением завещания, одолжив деньги у Паркера перед смертью, написав расписку, которая предсказуемо исчезла, как только он умер. Следующим был Якоб Вагнер, который выделил сумму в 17 тысяч долларов своей любимой племяннице Анне, которая вскоре забрала еще 15 тысяч долларов за уход за Джорджем Гзельманом в течение нескольких месяцев перед его смертью. Джордж Хайс был одним из выживших, но однажды у него возникли подозрения, после того, как Анна подала ему кружку пива, над которой вскоре пролетело пару мух и упало замертво. А когда Анна отказалась попробовать напиток сама, Хайс выгнал ее. Однако он не сообщил полиции о своих подозрениях, и поэтому смертоносная медсестра могла свободно отправиться на поиски других пациентов. Последним умер Джордж Обендойрфер в 1937 году, которого заманили в Колорадо якобы для посещения несуществующего ранчо Хан. Обендойрфер умер в своем гостиничном номере вскоре после прибытия в Денвер, и Анна воспользовалась случаем, чтобы ограбить его банковский счет, забрав себе 5000 долларов. Полиция заподозрила неладное и потребовала произвести вскрытие после того, как были найдены доказательства странного банковского перевода. В теле Обендойрфера был найден мышьяк, и детективы ждали Хан, когда Анна добралась до Цинциннати, вооружившись ордерами на арест и судебными постановлениями с требованием эксгумации ее предыдущих клиентов. Каждый из них был убит с помощью адского зелья, а при обыске в жилище Хан было найдено достаточно яда, чтобы убить половину Цинциннати. Осужденная за многочисленные убийства и приговоренная к смерти, Ханна сохранила самообладание, продолжая изображать из себя ангела милосердия. 20 июня 1938 года она устроила в своей камере небольшую вечеринку для местных журналистов. 7 декабря 1938 года в день исполнения приговора она впала в истерику. Чтобы вернуть ей спокойствие, понадобился тюремный священник, который держал ее за руку, пока ее пристегивали к электрическому столу. Ирена Сырнцова родилась 15 марта 1923 года в небольшом чешском городке в Радиште. Благодаря своим чудовищным поступкам она стала третьей женщиной, казненной в Чехословакии после 1918 года. Когда Ирине было всего 4 года, ее мать умерла, и отец отдал ее в детский дом. Она должна была научиться зарабатывать на жизнь самостоятельно, поэтому с 14 лет она много работала. Либо горничной в богатых семьях, либо в немецкой фирме по производству жестяных банок. Именно в этой фирме она встретила Яна Чубирко. Вскоре после их знакомства Ирена забеременела и вышла замуж за Яна в 1945 году. Ян был трудолюбивым человеком, и у него не было времени на семью, поэтому в 1951 году Ирена нашла себе любовника Вацлава Бернарда. Ян не сразу понял, что его жена ему изменяет, вследствие подозрений и интриг они часто ссорились, и предположительно имело место физическое насилие. Ирена больше не любила своего мужа, но и не хотела разводиться с ним, чтобы не потерять свое имущество. Поэтому она и ее любовник Вацлав начали планировать убийство, и даже вовлекли в него жену Вацлава. Они обманули ее, утверждая, что Ян издевается над Чубирковой и обвиняет ее в неверности. В первый раз Ирена попыталась убить мужа с помощью противозачаточных таблеток, но потерпела неудачу. Тогда она повторила попытку 10 октября 1951 года. Ирена подмешала снотворное в алкоголь мужа, после чего ее любовник разбил ему голову. Вместе с Вацлавом они затащили Яна под лестницу и сбросили на него сверху тяжелую печь, после чего Ирена послала свою девятилетнюю дочь пойти разбудить отца. Она обнаружила его мертвым под лестницей. Когда приехала полиция, они пришли к выводу, что Ян умер случайно, когда пытался перетащить тяжелый предмет и не рассчитал своих сил. После убийства Вацлав хотел переехать к Ирене, но она его выгнала. В 1959 году она нашла нового партнера Амброза Щепку, с которым переехала в Словакию в деревню Болерас. Однако с Амброзом она также не была счастлива, так как он был алкоголиком и часто вел себя грубо по отношению к ней. Поэтому она решила снова взять ситуацию в свои руки. 7 декабря 1964 года Амброз праздновал свои именины. Он пил с самого утра, пока не рухнул со стула и не уснул. Ирена ударила его тупой стороной топора, убив его, а затем острой стороной отделила его голову от тела. Тот в пьяном бреду как-то сказал ей, что отрубит голову ей и сбросит в туалет. В общем-то, она решила сделать с ним примерно то же самое. Чубиркова сожгла тело Щепки в печи и, как сообщается, потратила около 35 часов, чтобы уничтожить его полностью. Затем она высыпала пепел на подъездную дорожку и в ручей, а остатки костей закопала у сарая. Голову она положила в хозяйственную сумку, которую одолжила у соседей, и пошла в полицию, чтобы заявить об исчезновении мужчины. Она села в поезд, идущий в Тарнаву, и выбросила голову в туалете, где ее позже обнаружил проводник. Началось расследование, и Ирена не сразу призналась в убийстве. Однако потом она начала утверждать, что действовала в целях самообороны и что Амброс угрожал ей убийством. После признания полиция также начала расследовать смерть Яна Чубирка. И оказалось, что это был не несчастный случай. В итоге Ирена Чубиркова была приговорена к смертной казни. Женщина просила о помиловании, но в итоге была повешена в 1966 году. Ее любовник Вацлав также был осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы, а его жена осталась безнаказанной благодаря амнистии. Подробности об этом деле вы сможете увидеть в одной из будущих серий маниакального вояжа по Чехии. Сара Робинсон была известна как Бостонская Борджия. Она была американской серийной убийцей ирландского происхождения, отравившей членов своей семьи и других людей с 1881 по 1886 год с помощью своих сообщников Томаса Смитта и доктора Чарльза Бирса. Сара родилась в Ньютон-Гамильтоне, Ирландия и эмигрировала в Массачусетс вместе со своей сестрой, когда ей было 14 или 15 лет. Она вышла замуж за Мозеса Робинсона в июле 1858 года. За время их брака у пары родилось 8 детей, пятеро из которых остались живы. Первоначально они поселились в городе Шерборни, но на протяжении всего брака переезжали по всему Бостону. Робинсон стала членом методистской церкви на Коттедж-стрит, где позже встретила своего будущего партнера по преступлению Томаса Смитта. Он был видным церковным деятелем и одно время главным заведующим местной воскресной школе в Гайд-парке. Оба они были хорошо известны в обществе, причем Робинсон выделялась тем, что постоянно меняла адреса, чтобы не платить за аренду и другие счета. С 1881 по 1886 год несколько членов семьи Робинсон скончались от внезапной болезни. У всех были похожие симптомы, такие как мучительные боли в животе и рвота. Каждый раз за больными ухаживала Сара Джейн Робинсон, которая контролировала прием всех лекарств. Когда жертвам в конце концов требовалась медицинская помощь, Робинсон каждый раз вызывала другого врача. Стоит отметить, что все умершие кроме Оливера Слайпера имели полисы страхования жизни. За мистером Слайпером домовладельцем Робинсонов во время его болезни ухаживала Сара Джейн и он умер от того, что в то время считалось болезнью сердца. Она пыталась выставить семье счет на 50 долларов за услуги сиделки. Вместо этого они предоставили ей льготы по арендной плате. Семья обнаружила пропажу 3000 долларов из квартиры, хотя это так и не было доказано, предполагалось, что их украла Сара. Смерти 24-летней дочери Робинсон Элизабет и ее племянника семилетнего Томаса Фримена уже вызвали подозрение и находились под обработкой следствия, но переломный момент наступил, когда ее сын Уильям заболел и у него появились все те же симптомы. Хотя он вскоре умер, ему все же удалось указать на мать, как на виновницу его состояния. Используя эти знания, доктор Уайт сохранил части желудка Уильяма для последующего анализа в Гарвардском колледже, который выявил большое количество мышьяка. После этого Уайт сообщил властям, которые быстро арестовали миссис Робинсон и мистера Смита, и их немедленно доставили в полицейский участок для допроса. Пока полиция продолжала расследование, они произвели еще один арест доктора Чарльза Бирса из Бостона. В октябре 1886 года троице было предъявлено обвинение в убийстве Уильяма и Лизи, но они ходатайствовали о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Затем, к удивлению, в январе 1887 года суд присяжных предъявил Саре Джейн еще четыре обвинения в убийствах Оливера Слэйпера, мужа Сары Моисея, его зятя Артура Фримена и маленького Томаса Фримена. Во время всего этого Робинсон пыталась притвориться невменяемой, но позже это было опровергнуто доктором Келли из лечебницы Маклейна. 11 февраля 1888 года Сара Джейн Робинсон была признана виновной в убийстве Артура Фримена и приговорена к смертной казни через повешение. В следующем году, когда дом Сары Робинсон уже был продан с аукциона и новый владелец занимался благоустройством, за печью в отверстии стены подвала была обнаружена коробка с крысиным ядом, которую быстро связали с деятельностью прошлой владелицы. К удивлению общественности приговор Джейн Робинсон был смягчен и она была приговорена к пожизненному заключению. 3 января 1906 года она скончалась в тюрьме. сербская серийная убийца известна под разными именами Банатская ведьма или ведьма из Владимироваца но наиболее известная как баба Ануйка Анна де Пиштоне она была искусным химиком любителем из деревни Владимировац Югославия она отравила не менее 50 человек и возможно больше 150 в конце 19-го в начале 20-х веков. О юности Ануйки известно не так много поскольку записи либо неполны или попросту отсутствуют как и многие другие документы того периода. Согласно некоторым источникам она родилась в 1838 году в Румынии в семье богатого скотовода и примерно в 1849 году переехала во Владимировац однако она утверждала что родилась в 1836 она посещала частную школу в Панчево вместе с детьми из богатых семей а позже жила в доме своего отца Баба Ануйка якобы стала мизантропом в возрасте 20 лет после того как ее соблазнил молодой австрийский военный она заразилась от него сифилисом после чего он оставил ее с разбитым сердцем после этого она искала уединение и начала проявлять интерес к медицине и химии она говорила на пяти языках позже вышла замуж за земледельца по фамилии Пистов или Ди Пиштоня с которым у нее родилось 11 детей из которых только один дожил до совершеннолетия ее муж был намного старше нее и умер после 20 лет брака после его смерти она продолжала изучать химию после смерти мужа Ануйка устроила лабораторию в крыле своего дома и заработала репутацию целительницы и травницы конца 19 века она была популярна среди жен фермеров которые обращались к ней за помощью по поводу проблем со здоровьем и получала приличный доход позволявший ей жить безбедно она изготавливала лекарства и микстуры которые делали солдат достаточно больными чтобы они могли избежать военной службы а также продавала ядовитые микстуры которые она называла волшебной водой или любовными зельями так называемую волшебную воду она продавала в основном женщинам с жесткими мужьями они давали это снадобье своим мужьям и обычно мужья умирали примерно через 8 дней в любовном зелье ануйки как и в волшебном средстве жужжанны фазекаш содержался мышьяк в небольших количествах и некоторые растительные токсины которые трудно обнаружить когда ануйки рассказывали о проблемах в браке она спрашивала своего клиента насколько тяжела эта проблема это означало какова масса тела жертвы после этого она могла рассчитать необходимую дозу жертвами ануйки обычно были мужчины как правило молодые и здоровые ее клиенты утверждали на суде что они не знали что ее волшебная вода содержит яд но верили что она обладает какими-то сверхъестественными способностями убивая людей с помощью магии от зелья ануйки погибло от 50 до 150 человек в 20-х годах 20-го века у ануйки был свой торговый агент женщина по имени Любина Миланкова в обязанности которой входило находить потенциальных клиентов и приводить их в дом ануйки цена на волшебную воду ануйки колебалась от 2000 до 10 тысяч югославских динаров на ануйку вывела одна из постоянных клиенток женщины по имени Стана Мамирова которая ранее убила своего мужа одним из любовных зелий старухи а также она часто покупала у нее травяные снадобья когда Мамирова снова вышла замуж и богатый родственник ее нового мужа умер при аналогичных обстоятельствах ее арестовали и допросили в конечном итоге обвинив ануйку в посредничестве двух убийств вторая смерть произошла почти год спустя после того как ануйка продала женщине зелье с помощью которого она убила отца своего мужа после того как 16-летняя внучка обманом заставила его принять яд от которого тот заболел и умер почти 18 месяцев спустя ануйка была арестована вместе с шестью другими лицами причастными к двум убийствам соучастники обвинения переложили вину на нее утверждая что они не знали что зелье было ядом и верили что смерть была вызвана сверхъестественными способностями ануйки в ответ ануйка отрицала что когда-либо продавала им какие-либо зелья настаивая на том что они хотели переложить вину на нее в конечном итоге ануйка была приговорена к 15 годам тюремного заключения за участие в двух убийствах через 8 лет она была освобождена по состоянию здоровья из-за преклонного возраста в 1938 году она скончалась в своем доме в возрасте 100 лет российская версия мамаши Баркер Инесса Тарвердиева вместе с мужем и дочерьми и еще несколькими сообщниками с 1997 по 2013 годы совершили множество убийств сопряженных с грабежом 30-летняя Тарвердиева в 1997 году проживала в селе Дивное Ставропольского края ранее работавшая воспитательницей детского сада на тот момент была специалистом архивного отдела районной администрации где и встретила Романа Подкопаева который был младше ее на 10 лет своего будущего мужа и сообщника родители молодого студента-медика были не в восторге от отношений сына со взрослой женщиной к тому же тогда Тарвердиева уже была замужем а ее дочка от первого брака ходила в третий класс однако Роман влюбился по уши со временем связь между этими двумя людьми становилась все очевидней для окружающих сам Роман Владимирович отличался неустойчивой самооценкой эгоцентричностью и мстительностью для него характерны вспыльчивость раздражительность вплоть до вспышек ярости нетерпимость к мнению окружающих обидчивость конфликтность и злопамятность весьма характерным является случай когда Подкопаев чуть не убил соседа при помощи растяжки с гранатой исключительно из-за опасений Тарвердиевой мужчина с которым у Романа были неплохие отношения к счастью пережил ужасную выходку и даже не обратился в полицию последней преградой был муж Инессы от которого Подкопаев согласие женщины своей мечты решил избавиться выждав подходящий момент он выстрелил мужчину из револьвера умер первый муж Тарвердиевой в больнице столь наглое убийство на удивление на тот момент осталось нераскрытым вскоре после фальшивого траура голубки стали жить вместе а в 1999 году у них родилась дочь столь радостное событие однако не остановило Романа от новых убийств он решил убить всех бывших Тарвердиевой первым был сотрудник ГАИ после неудачной попытки взорвать жертву ее выслеживают в лесополосе и вместе с Инессой расстреливают хотя она пыталась отрицать участие в преступлении было выявлено что использовалось два пистолета чтобы повести расследование по ложному пути Инесса предложила убить похожим способом человека в другом городе чтобы связь с тем что жертвами были ее бывшие просматривалась не так явно для злодеяния выбрали город Лагань в республике Калмыкия там вечером они расстреливают инспектора рыбоохраны у которого оказалось было много неприятелей план сработал безнаказанность опьянила подкопаева поэтому любящий оружие новоиспеченный киллер захотел совершить убийство с целью ограбления в качестве жертв было выбрано семейство знакомых Инессы около их дома была устроена засада однако жертвами в итоге стала лишь дочь семейства и ее подруга им было 13 и 14 лет из дома в первую очередь пропало оружие и некоторое количество ценных вещей исходя из слов Тарвердиевой ее воля подавлялась ее любовником как морально так и физически у него часто менялось настроение и его поведение было непредсказуемым в промежутке когда пара затаилась на несколько лет они занимались нелегальным производством спиртных напитков которые продавали односельчанам этот промысел достаточно быстро сошел на нет нормальную работу подкопаев искать не хотел убийства и противозаконные действия для него казались единственным путем обеспечения семьи с этого момента и начнется серия преступлений которая всегда сопровождалась в первую очередь корыстным мотивом в это же время дочь Инессы Настя вышла замуж за Сергея Синельника в будущем сотрудника ГИБДД и съехала от родных соседи изначально положительно отзывались о ней и о ее муже однако вскоре с визитами стали наведываться родственники на подозрительном фургоне а поведение Насти стало замкнутым ночью начались выезды из дома однажды преступникам взбрело в голову убить собаку своей соседки просто из-за того что та якобы утром не давала спать в 2008 году там же был убит сотрудник наркоконтроля Михаил Злыднев и его жена это было не спонтанное преступление к нему пара готовилась несколько месяцев у них в принципе со временем стали появляться своеобразные критерии отбора дом должен быть зажиточным находиться вблизи пустыря или быть крайним на улице изучалось время когда жильцы приходят и уходят из дома чтобы в один из дней зайти вместе с жильцами вовнутрь убрать их и спокойно забирать все что имеет хоть какую-то ценность таким был их подчерк им также было выгодно пособничество Сергея Сальника который будучи сотрудником ГИБДД подвозил пару на своей служебной машине и сообщал им информацию которая помогала им оставаться непойманными на протяжении такого длительного периода времени летом когда люди обычно отправляются на отдых подкопаев решил попробовать также грабить машины на дороге до такой степени он был уверен что никто не сможет вычислить их как раз при таком нападении одной женщине удалось выжить но она осталась практически парализована к счастью эта свидетельница смогла дать важные показания по поводу того что нападавших было двое мужчина и женщина от своего привычного информатора Роман и Инесса узнали что девушка выжила и предположительно запомнила нападавших таких проколов больше допускать было нельзя 10 марта 2009 года бандиты ворвались в дом на окраине Новочеркасска и убили двоих находившихся там людей они расстреляли их из карабина Сайга а потом добили ножом убийцы забрали паспорта погибших ноутбук фотоаппарат видеокамеру женские сапоги дубленку и мужскую курту 8 июля 2009 года на обочине федеральной трассы М4 Дон в Аксакайском районе участники банды совершили массовое убийство подполковника Нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова его жены и двоих малолетних детей со слов Тарвердиевой Роман колебался братцы ли за убийство семьи с детьми но без добычи уезжать тоже не хотелось в итоге жажда наживы победила во время стрельбы у Подкопаева заклинил автомат и одного из детей ему пришлось зарезать ножом при этом он знал что дети будут плакать после убийства родителей он не мог вынести этого поэтому посчитал что это достаточно гуманно забрать и их жизни тоже прозвище Ростовской Амазонки появилось благодаря тому что при осмотре места происшествия был обнаружен сверток с тремя ножами которые хоть и не имели отношения к убийству но на них были выгравированы соответствующие надписи СМИ разнесли эту историю так как преступление было совершено с особой жестокостью следователи консультировались с криминальными психологами чтобы понять с кем они имеют дело те в свою очередь заявили что группу ведет явно психопатическая личность обладавшая лидерскими качествами и способная подчинять других своей воле в 2012 и 2013 году они убили еще 6 человек и завладели их имуществом к тому моменту Подкопаев даже предложил Инессе застрелить его так как понимал что остановиться он не может и будет убивать и грабить до последнего но она не смогла этого сделать 8 сентября 2013 года в Аксае бандиты ворвались в частный дом убили хозяев похитили продукты питания 3 бутылки шампанского и упаковку куриных окорочков после того как бандиты покинули дом их случайно заметили проезжавшие мимо сотрудники вне ведомственной охраны Шаховой и Лагода они окликнули подозрительных людей около автомобиля Газель и те сразу же открыли огонь по полицейским Шаховой погиб а Лагода был ранен в рук но сумел открыть огонь по бандитам и вызвать помощь по рации прибывший через несколько минут наряд полиции перестрелки убил Подкопаева и ранил Инессу Тарвердиеву после этого в доме семейства был произведен обыск в результате которого было изъято колоссальное количество украденных вещей и ценностей на сумму более миллиона рублей Инесса Тарвердиева не стала скрывать содеянного и постаралась помочь следствию в установлении всех случаев их преступной деятельности В общей сложности группа сломала жизни около ста человек разных возрастов и разных слоев общества Это была самая кровавая и страшная серия в истории Российской Федерации Сообщники преступников получили заслуженные сроки а сама Инесса вряд ли когда выйдет из-за решетки Мы уже подробно рассматривали дело чешской серийной убийцы Марии Фикачковой в рамках рубрики Маниакальный Вояж Если кто-то еще не видел обязательно ознакомьтесь Для тех кто слышит об этом деле впервые вот краткая справка Как говорят сами чехи это одно из страшнейших чудовищ в их недавней криминальной истории Мария Фикачкова родилась 9 сентября 1936 года в Сушице Там же она работала акушеркой в неонатологическом отделении больницы где убило с ее слов примерно 12 новорожденных детей Она сообщила что не могла выносить их плач также причинением детям повреждений приносила ей душевную разряд А теперь вот что скажу Кое-кто забыл снять видео к этому персонажу поэтому мне придется это зачитать Смертный приговор для нее был приведен в исполнении 13 апреля 1961 года Ее повесили в тюрьме Панкратс Шерон Кинн это американская убийца и беглянка осужденная в Мексике за одно убийство и подозреваемая в двух других убийствах в США по одному из которых она была оправдана в суде по состоянию на 2022 год Накин выдан самый длинный в настоящее время неисполненный ордер на арест за убийство в истории Канзас-Сити штат Миссури и один из самых длинных неисполненных ордеров за уголовное преступление в истории США Ее дело пожалуй когда-нибудь мы попробуем разобрать в полноценном ролике где изучим все доступные материалы для составления более полной картины 19 марта 1960 года муж Шерон Джеймс Кинн был найден с пулей в голове а рядом играла двухлетняя дочь Шерон утверждала что ребенок которому часто разрешалось играть с оружием Джеймса случайно выстрелил в него и полиция сначала не могла опровергнуть эту версию затем 27 мая полиция обнаружила в уединенном месте тело 23-летней Патриции Джонс местного секретаря следователи выяснили что Джонс была женой другого любовника Шерон а муж Джонс пытался разорвать роман с Шерон незадолго до исчезновения Джонс когда Шерон призналась что была последней кто разговаривал с Патрицией и ее обвинили в убийстве а после дальнейшего расследования смерти Джеймса и в его убийстве тоже Шерон предстала перед судом по обвинению в убийстве Патриции Джонс в июне 1961 года и была оправдана суд в январе 1962 года по обвинению в убийстве мужа закончился приговором к пожизненному заключению но приговор был отменен из-за процессуальных нарушений дело было передано на второе судебное разбирательство которое было провальным третье судебное разбирательство завершилось в июле 1964 года с присяжными которые оставили все в подвешенном состоянии после третьего суда Шерон была отпущена под залог и впоследствии отправилась в Мексику до запланированного четвертого суда который должен был состояться в октябре 1964 года в Мексике Шерон утверждая что действовала в целях самообороны убила американского гражданина мексиканского происхождения по имени Франциско Парадес Орданьес которому выстрелило в спину сотрудник отеля в котором произошла перестрелка отреагировавший на звук выстрелов также был ранен но выжил расследование стрельбы показало что Орданьес был застрелен из того же оружия из которого была убита Патриция Джонс в октябре 1965 года Шерон была признана виновной в убийстве Орданьеса и была приговорена к 10 годам лишения свободы позже после судебного пересмотра срок был увеличен до 13 лет она сбежала из тюрьмы во время отключения электричества в декабре 1969 года несмотря на длительные поиски местонахождение Шерон Кин до сих пор неизвестно Джуди Буэнуана рожденная Джудис Уэлти провела первые годы своей жизни в Техасе где ее воспитывал отец и мать вместе с двумя старшими братьями и младшим братом Робертом ее мать умерла когда ей было 4 года Джуди и Роберт были оставлены жить бабушке и дедушке после того как ее отец вновь женился Джуди и Роберт переехали в Нью-Мексико чтобы жить с ним и его новой женой она утверждала что отец и мачеха издевались над ней и морили голодом заставляя работать в качестве рабыни в возрасте 14 лет ее отправили в тюрьму на 2 месяца после того как она напала на отца мачеху и двух сводных братьев после освобождения она посещала исправительную школу и окончив ее в 1960 году стала помощницей медсестры через год она родила незаконно рожденного сына Майкла в 1962 году она вышла замуж за офицера Джеймса Гудиера пара жила в Орландо где они воспитывали сына и дочь а также Майкла которого Джеймс усыновил в 1971 году через несколько месяцев после того как Джеймс вернулся домой после службы во Вьетнаме у него начались внезапные симптомы неизвестной болезни и он попал в больницу где и скончался и Джуди забрала деньги с его страховых полисов позже в том же году дом Джуди загорелся и она получила дополнительные страховые деньги в следующем году она начала встречаться с Бобби Джо Моррисом и когда он переехал в Колорадо в 1977 году Джуди и ее дети переехали вместе с ним всего через несколько месяцев Бобби Джо начал хворать так же как и Джеймс и был помещен в больницу врачи выписали его но дома он упал в обморок был госпитализирован и через два дня умер Джуди вновь смогла получить деньги по страховому полису который она оформила на него через несколько лет сын Джуди Майкл ушел в армию США и должен был служить в форте Беннинг штат Джорджия по пути в Джорджию он заехал навестить Джуди в ее доме во Флориде вскоре после прибытия в форт Беннинг у него начались симптомы отравления и врачи обнаружили высокий уровень мышьяка в его крови через несколько недель мышцы рук и ног Майкла атрофировались до такой степени что он не мог пользоваться ими а для ходьбы ему требовались металлические скобы на ногах он был демобилизован из армии и вернулся в дом своей матери во Флориде в мае 1980 года Джуди взяла своих сыновей Майкла и Джеймса покататься на каное по истривер во Флориде каное перевернулось Джеймс и Джуди смогли доплыть до берега однако Майкл на ногах которого были тяжелые металлические скобы утонул после этого несчастного случая Джуди получила 20 тысяч долларов из полиса страхования жизни Майкла после смерти Майкла Джуди открыла свой собственный салон красоты и начала встречаться с Джоном Джентри бизнесменом из Флориды пара обручилась и в октябре 1982 года Джуди уговорила его согласиться на страхование жизни друг друга Джуди также убедила Джона принимать специальные витамины Джону не стало лучше от витаминов вместо этого в декабре 1982 года он заболел и был госпитализирован во время пребывания в больнице он не принимал витамины и чувствовал себя лучше однако он не подозревал что Джуди на самом деле не лечит его а травит в 1983 году Джон направлялся в винный магазин когда его машина вдруг взорвалась во время его выздоровления полиция обнаружила несколько подозрительных закономерностей в биографии Буэнуано дальнейшее расследование показало что Буэнуано давало Джентри таблетки содержащие мышьяк это вызвало подозрение и привело к эксгумации тела ее сына Майкла первого ее бывшего бойфренда Бобби Джо Морриса было установлено что каждый из них стал жертвой отравления мышьяком до взрыва автомобиля Буэнано не была под следствием и даже не подозревалась в причастности к этим смертям в 1985 году она получила 12-летний срок за дело Джентри пожизненный срок за дело Майкла и смертельный приговор за дело Джеймса Гудиера она также была осуждена за несколько краж в особо крупных размерах и несколько поджогов с целью получения страховых денег ее подозревали в нескольких других смертях включая убийство в 1974 году в Алабаме и смерть ее бойфренда Джеральда Досетта в 1980 году ее причастность к этим смертям так и не была доказана и к этому времени она уже находилась в камере смертников во Флориде мотивом этой черной вдовы безусловно стала корысть в результате она собрала 240 тысяч долларов благодаря страховке и мышьяку она так и не призналась ни в одном из убийств в 1998 году в возрасте 54 лет она стала первой казненной женщиной во Флориде с 1848 года и третьей женщиной в США после восстановления смертной казни в 1976 году ну что ж дорогие мои вот и подошел к концу наш пятый выпуск о женщинах серийных убийц и мне кажется что это будет последний выпуск потому что мы не можем найти больше женщин серийных убийц и это слава богу и ставьте пожалуйста лайки дизлайки подписывайтесь на канал нам это очень приятно мы рады что вы с нами а дорогих женщин я хочу поздравить с праздником 8 марта пусть они будут счастливы и любимы и на всякий случай будьте осторожны если в ваших руках окажется мышьяк и запомните мир не такой добрый как вам кажется мы получим краса и м и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok